В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Братская помощь. Николай Любимов проверил условия проживания и поддержку беженцев Донбасса. Взяли с поличным. Правоохранители задержали продавцов липовых дипломов. Весеннее обновление. Дирекция благоустройства готовит для города цветы. Сегодня наши люди с Донбасса обеспечены всем необходимым. Так и должно продолжаться. Заявил сегодня губернатор Николай Любимов на совещании с руководителями пунктов временного размещения. Оказание социальной, медицинской и психологической помощи. Обучение и трудоустройство. Обеспечение предметами первой необходимости стали основными темами обсуждения. Жители ЛНР и ДНР в Рязани чувствуют себя как дома. Ну, почти как дома. Сегодня у них есть все необходимое. Вещи, питание, крыши над головой. Сегодня в области 731 житель Донбасса. Больше половины дети. В больницах 67 человек. 40 из них с ковидом. ПВР всего хватает. И так должно быть постоянно. Это принципиально важно. Это элементарная человечность и порядочность. Сделать все, чтобы жителям Донбасса у нас было комфортно. Николай Любимов анонсировал возможное прибытие еще одной группы беженцев. Поэтому распорядился резервировать места. Общая сумма уже потраченных средств на социально-бытовое обустройство гостей – 31 с лишним миллион рублей. И приехавшим уже начали искать работу. Трудоспособных граждан у было 249 человек. Выразили желание трудоустроиться 49 человек. Временная занятость у трех человек. Два человека трудоустроены с предоставлением жилья работодателями. А еще Минтруда активно сотрудничает со своими ростовскими коллегами по предоставлению социальной помощи в 10 тысяч рублей на человека. Как заверил губернатор Рязанской области, все обещания и социальные обязательства власти выполнят в срок. Широкие масленичные гуляния в Рязани отменены. Об этом на своей страничке в соцсети ВКонтакте сообщила глава администрации города Елена Сорокина. Мы приняли решение по этическим причинам не проводить в городе широких масленичных гуляний. При этом наши скульпторы будут радовать изготовлением из сена масленичных фигур на площадке в Центральном парке культуры и отдыха. Эта творческая работа уже началась. Ее можно наблюдать воочию с настоящего момента и в течение ближайших недель, написала мэр. Также она отметила, что часть мероприятий пройдет в онлайн-формате, а для горожан будут подготовлены небольшие развлекательные площадки. Кто-то 4 года учится на юристов, а кто-то образование просто покупает. Есть у нас в России такая традиция. Но покупают уже не в переходе. Это время ушло. Да и зачем спускаться под землю, если диплом об образовании можно приобрести у руководства колледжа? Так бойцы Росгвардии проводят задержание преподавателя колледжа. Причина простая. Банальная торговля дипломами. Такова версия следствия. Притом делал он это не один. В сообщниках супруга, руководительница Рязанского юридического колледжа. Услугой воспользовался не один человек. По данным следствия, счет липовым дипломированным специалистам идет на десятки. По данным следствия, в период с января по декабрь 2021 года обвиняемые лично, либо через посредников, получили в качестве коммерческого подкупа более 1 миллиона рублей от 18 жителей Рязанской, Московской области и других регионов России. За выточу последним или их родственникам дипломов об окончании образовательного учреждения без фактического обучения. Платили также и за оценки. Зачет и отлично. Сумма варьировалась от 15 до 200 тысяч рублей. Деньги вносили даже за прохождение практики. Естественно, без ее прохождения. В ходе специально подготовленной операции сотрудники УЭППК ОМВД при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии одновременно в разных местах Рязани задержали злоумышленников. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения. Правда, ответить придется и тем, кто брал, и тем, кто давал. Лица, передавшие обвиняемым коммерческий подкуп, также привлекаются к уголовной ответственности по статьям 204 и 204.1 УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности сотрудников колледжа. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальный срок по статье «Коммерческий подкуп» для одного из руководителей образовательного учреждения – 9 лет лишения свободы. Самим взяточникам грозит до 7 лет. И будущие юристы наверняка знали бы об этом, если бы выбрали учебу, а не банальную взятку. В этом году на кругу у торгового центра Европа взойдут ростки новой клумбы. Сейчас дизайн-проект в разработке, но сотрудники Дирекции благоустройства города уже знают, чем удивить рязанцев. Более 400 тысяч цветов в этом году появятся на клумбах города. Горожан порадуют привычную глазу цветы. Такие как бегония, розы и бархатцы. Высаживать цветы начнут уже в конце мая-начале июня. Тепличный комплекс Дирекции благоустройства города в селе Высокое Рыбновского района насчитывает 12 секций, которые работают круглогодично. В первую очередь были посеяны семена бархатки, цинерарии, целозии. В ближайшее время будем сажать петунию, агерату. Также началось черенкование колиуса, и резини, герани и бегонии. Проведена обрезка роз. Розы в этом году поедут на подсадку к уже растущим розам. Это на Московское шоссе и на улицу Ленина. В этом году на клумбах нашего города будут и новые цветы. Например, виола. Или по-другому – анютины глазки. Большая часть используемых семян собрана с городских клумб. Главный агроном дирекции благоустройства города Дарья Макарова говорит, что сейчас посев уже завершен. И идет активная фаза ухода за цветами. На данный момент уходные работы за цветами состоят из полива, прополки, обработки от вредителей и болезней и подкормок. В этом году планируется новая клумба на кругу у Европы. Дизайн-проект пока что находится в разработке. Первыми на городских клумбах зацветут многолетники. Осенью сотрудники дирекции благоустройства города уже посадили тюльпаны самых разных цветов, которые будут радовать глаз горожан. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения стран, которые вели санкции в отношении России. Сделать это рекомендуется для того, чтобы не столкнуться с трудностями по возвращению домой. Это как минимум. Также туроператоров настоятельно попросили приостановить продажи туров в санкционные страны. По словам руководителя Ростуризма Зарины Дагузовой, страны Латинской Америки уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика и Венесуэла. В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию. Для поездок с целью отдыха мы рекомендуем выбирать страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений. На сегодняшний день доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия, Вьетнам и целый ряд других государств. Мы также просим внимательно следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений. В Рязанской области новый фото-челлендж и проводят его сотрудники госавтоинспекции. Ничего сложного нет, достаточно соблюдать правила дорожного движения. С подробностями и призами Валерий Седов. Рязанские папы рыцарями дорог уже побывали, пора и чей знать. Теперь на смену фото-челленджу о мужчинах-водителях госавтоинспекция запустила новый. Он посвящен прекрасной половине и называется хэштег «Моя мама автоледиа 62». Задачи прежние. В социальных сетях дети могут размещать фотографии с хэштегом «Моя мама автоледиа 62», где родители вместе с детьми неукоснительно соблюдают требования правил дорожного движения. И по наибольшему количеству лайков будет выявлен победитель. Победители получат приглашение на спектакль «Страшная история» или «Как не стать привидением». Таких счастливчиков будет трое. Фото-челлендж, посвященный прекрасному полу, проходит в преддверии 8 марта. Международный женский день станет своеобразным дедлайном. Это фотографии с челленджа прошлого года. В новом пока участников нет, так что шансы на победу большие у всех. Основная, конечно же, цель – это объединение семьи всех вместе. Что родители вместе с детьми вспоминают требования правил дорожного движения. Тот же ремень безопасности, пристегнутый мамой, призывает всех детей также пристегнуться в салоне своего транспортного средства. Если пристегнулись родители, значит пристегнутся и дети. Такие конкурсы и фото-челленджи в госавтоинспекции проводятся регулярно. Хотя ограничительные меры и внесли свою лепту. Если раньше образовательные уроки по правилам дорожного движения проводили с детьми напрямую, то теперь либо дистанционно, либо с соревновательными элементами. Главное, что интерес у ребят по-прежнему есть, говорят сотрудники госавтоинспекции. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Картины Валерия и Олега Потаповых, на первый взгляд, имеют много общего. Но при ближайшем рассмотрении становится понятна разница видения в технике исполнения даже в мотивах. В салоне на Старом Перекрестке открылась выставка «Братьев», объединенная темой рязанских городских пейзажей. Но даже внутри этой темы художники интерпретируют знакомые каждому из нас образы совсем по-разному. Городской пейзаж – родная стихия для Валерия Потапова. Его персональные выставки – это всегда путешествия. На узкие цветные улычки Венеции или, как сейчас, в закоулке Рязани. Раньше я много ездил, сейчас уже нет. Но там были интересные виды, сюжеты, что-то новое, необычное. А сейчас оказалось, что в России этого еще больше. И всегда можно увидеть что-то интересное. Даже в простых вещах, которые, казалось бы, проходил мимо, не замечал. Валерий работает с акрилом. Яркие, насыщенные цвета и фотографичность сюжетов сразу погружают в состояние, позволяют почувствовать неуловимый момент. А вот его брат пишет маслом. Здесь в галерее представлены этюды, написанные с натуры специально для этой выставки. Я эти все места знал. Но я вот пошел и опять заново их увидел. То есть, оказывается, в самом деле, в Рязани очень много мест, таких интересных зданий, каких-то исторических улочек, мотивов, которые можно писать и писать, и не переписать. Есть вот старые домики, маленькие этюды, старинные домики, которые спрятаны среди многоэтажных домов. Вот, сто раз я мимо ходил и их не видел, потому что, как бы, ты идешь по каким-то делам, как правило, своими мыслями. А тут я вот их специально отыскивал. Характерные для импрессионистической манеры в живописи широкие мазки, ощущение сиюминутности изображенного момента, необычное цветовое решение привычных глазу рязанца мест. Все это погружает в раздумья философского характера и навевает мысли о судьбе и истории города, заставляет остановиться надолго у каждого полотна. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова